ПЕСНЯ 19 августа Православная Церковь отмечает один из великих двунадесятых праздников Преображения Господня. Он посвящен воспоминаниям о преображении Иисуса Христа перед своими учениками на горе Фавор незадолго до его распятия. Этот праздник является одним из самых почитаемых среди верующих. Традиционно в этот день переполнены все православные храмы и освящаются принесенные прихожанами плоды винограда и яблок. Праздник Преображения еще называют вторым или яблочным спасом. По-гречески слово Преображение звучит как метаморфоз. Преображение личности человеческой. Это то, о чем пришел возвестить на землю Господь наш Иисус Христос. Тут читает внимательно Евангелие, там есть такие слова в том, что Господь сказал своим ученикам, что стоят некоторые из вас здесь, которые, не вкусив смерти, увидят Царство Божие, пришедшее в силу. О чем он говорил, непонятно, но проповедь его начиналась именно этими словами. «Спокойтесь, приблизилось Царство Небесное». И вот он уже говорит о Царстве Небесном пришедшем в силе. И взял своих учеников, ближайших, любимых, и вошел с ними на гору. Вот святые отцы говорят, что восхождение на гору Господню это и есть шествие в Царство Небесное. Вниз под горку идти легче, а вот вверх подняться не каждый сможет. И Господь преображается перед учениками так, что и лицо Его, и одежды стали белыми, как снег. И даже подчеркивает один из евангелистов, белильщик не может на земле выбелить так одежду. То есть все стало святоносным. И мало того, что является еще Бог Отец и говорит, что это Сын Твой возлюбленный, Его послушаем. И явились пророки в самые почитаемые в Ветхом Завете Моисея и Илья, и они беседовали со Спасителем. Первые христиане жили напряженной духовной жизнью, потому что они всегда ждали пришествия Христова. И мы должны не забывать о том, что Господь близко около нас. И никто не знает ни дня, ни часа, когда Господь позовет нас к себе. Но прежде чем даровать нам Царство Небесное, Он, конечно же, хотя Он и милостив, и человека любив, строго спросит за нас о нашей земной жизни. Что мы делали, как мы жили, как мы молились, как трудились, особенно как мы помогали другу. Была ли у нас любовь между собой? Если этой любви не было, трудно надеяться на то, чтобы Господь даровал нам Царство Божие. Потому что кто возлюбил Бога, должен возлюбить и ближних своих. И тогда Господь сказал, даже чашу холодной воды, если кому-то подали, тот уже не решится своей наградой. Поэтому поздравляю вас сегодня с праздником преображения Господним. Желаю всем милости и благости Божьей. Желаю всем, чтобы Царство Божие возрастало в наших сердцах. В свой 22-й рейс от причала речного вокзала в Новосибирске отправился корабль церковь Святой Апостол Андрей Первозванный. В этом году он придет в труднодоступные места Верховья Аби Сузунского, Ордынского, Искитимского и Новосибирского районов области. Духовно-просветительский и благотворительный проект создан Новосибирской митрополией при поддержке региональных властей. Миссионеры, священнослужители, врачи, социальные работники окажут помощь жителям поселков, живущих вдали от районного центра. Перед отправлением корабля митрополит Новосибирский Бердский Тихон совершил молебен на доброе дело и обратился к миссионерам с напутственным словом. Этот год является годом волонтера. Хотелось бы подчеркнуть, что на территории города и области осуществляется успешно добровольческая деятельность и наши волонтеры оказывают много помощи людям, нуждающимся в поддержке. Наша совместная работа ведется ведется также и в трудных отделениях больниц, и в тюрьмах, и в воинских частях. Везде там, где нужны теплые руки, где нужны добрые сердца, где люди действительно сплачиваются вокруг трудностей, каких-то недостатков, которые можно, оказывается, все вместе исправить, поправить что-то и сделать вообще добрые дела для других людей. В этом единство народа, в этом наша сила, и я думаю, что такие акции, дай бог, чтобы еще продолжались, чтобы мы находили средства на это, потому что люди действительно в этом нуждаются. Поэтому сегодня благодарю всех наших добровольцев, которые откликнулись на наш призыв, чтобы акция состоялась. Желаю им успехов, мы совершили молебен, чтобы Господь послал им ангела-хранителя и чтобы их работа была успешной. В августе 1996 года в миссионерскую поездку по отдаленным районам Новосибирской области под покровительством святого апостола Андрея Первозванного впервые отправился корабль-церковь. В те годы в области храмов было совсем немного и священнослужители сами пришли на корабле к людям из отдаленных мест, чтобы покрестить всех желающих совершить различные православные таинства. Тогда они предположить не могли, что эта миссия станет непрерывной и к ней присоединятся также медицинские и социальные работники. Когда корабль начал свое миссионерское путешествие, с нами даже не было врачей. Корабль шел неизвестно, то есть мы не знали, как нас будут принимать, кто живет в этих поселках. И когда мы увидели, что насколько тяжело живут люди, это был 1996 год, когда, кстати, этот корабль возглавлял наследие нашего собора Александра Невского Протерия Александра Новопашина, было принято решение обратиться к властям, чтобы уделение медицинской и социальной миссии. И вот со следующего года, с 97-го, он пошел в том виде, в котором он сейчас ходит. 20 лет непрерывной миссии показал то, что корабль нужен людям. И несмотря на то, что мы посещаем одни и те же населенные пункты, поток людей, которым требуется помощь как духовная, как социальная, так медицинская, он не уменьшается. Радует, что те населенные пункты, в которых мы побывали, уже несколько, например, около 30 населенных пунктов уже есть действуют приходы. Пускай это пока не общины в неприспособленных помещениях, хотя есть и храмы уже построены. Но это говорит о том, что духовная жизнь на местах растет, возрастает, арусия возрождается. Не так, может быть, хотелось быстро, но процесс идет. Сейчас, я думаю, местные священнослужители трудятся тоже, не покладая рук, трудятся. Если мы разовые наши акции, то они это делают постоянно. То есть те, как говорится, посевы, которые были, они взошли, теперь плоды они пожинают. Жители прибрежных населенных пунктов всегда с нетерпением ожидают, когда к ним придет корабль со священнослужителями и медиками на борту. Встречают как родных. Поселковая администрация готовится к таким встречам заранее и организует работу миссионеров с максимальными удобствами. Та миссия, которая несет в себе корабль, действительно, это очень большой труд. И те желания населения они действительно могут реализоваться в шаговой доступности. Это и духовная, это и медицинская, это и социальная помощь. Не выезжая куда-то за пределы территории. Это очень много о чем говорит. В шаговой доступности можно прийти, пройти врачей, причаститься можно. У кого дети маленькие, покрестить можно. Это всегда большой плюс. С положительной точки зрения воспринимает наши жители. Покрестилась, чтобы, как говорится, все грехи смыть, чтобы не болеть, за ребенка молиться, чтобы ребенок не болел. Ну и в дальнейшем, чтобы было все хорошо. Рада, очень сильно рада. Первый раз такое вижу, чтобы вся деревня собиралась у нас на крещение. Первый раз вижу. Но даю, чтобы так всегда было в дальнейшем. С одной стороны, как бы и праздник души для людей, да, и праздник для людей то, что, как бы, вот, как бы, внимание со стороны правительства, прям, будем говорить, на дом приезжают врачи, обследуют, не надо никуда ездить, в город не надо ездить, все на месте, все условия. Наша миссия, она неотвелима от медицинской миссии, потому что мы едем все вместе. Основной костяк это православные христиане, которые, в принципе, и поехали здесь по собственному желанию. Глазами священника я только вижу, я вижу, наверное, положительные моменты. То духовное возрождение, о котором мы мечтали, молились, оно вот потихоньку, помаленьку, оно наступает. В плане медицины, можно сказать, удручающее положение, население неухоженное, если так правильно можно будет сказать, потому что, к сожалению, многие врачебные амбулатории были сокращены, переведены в ФАПы, участковые больницы во врачебные амбулатории. Некоторые жалуются, что даже фельдшеров не хватает на местах, врачей не хватает на местах, не могут попасть в районные центры на прием к врачу. Вот это, как бы, больно видеть. И, конечно, наша разовая акция, она кому-то помогает, но я считаю, что медицинская, так сказать, миссия, она должна быть постоянной, и вот диспансеризация, она должна быть постоянной, чтобы люди не были в таком состоянии, в котором они находятся, потому что очень много выявлено и онкологии, и сердечных заболеваний, и многие другие заболевания, потому что люди не имеют возможности получить медицинскую, как университетную помощь. Хочу поблагодарить нашего владыку, митрополита Тихона, потому что только благодаря его усилиям эта миссия до сих пор держится в том составе, в котором она сейчас существует, и, конечно же, губернатор Новосибирской области. Без этого совместного усилия этого проекта могло не состояться. 20 августа Православная Церковь чтит память святителя Митрофана Воронежского. Духовное завещание святого, жившего в 17 веке, и сегодня звучит актуально. Он призывал к молитве, воздержанию и умеренности во всем, творить благо и идти к спасению. При жизни воронежский епископ прославился тем, что в непростые для России времена, когда страна терпела поражение в сражениях, отдал епархиальную казну для строительства флота. Завидев мощные корабли, неприятель сдался безборием. Уже в 19 веке епископ был канонизирован и причислен к лику святых. С тех пор почитателей молитвенной помощи святителя Митрофана Воронежского становится все больше. Известно, что от его мощей происходили многочисленные исцеления. Светитель скончался в 1703 году. Время его трудов святительских пришлось на 17 век. И вы знаете, что этот век был век крутого перелома в жизни православной России, когда в 1612 году было смутное время, долго не было царя. Потом Михаил Романов зашел на престол. Потом начались преобразования в русской православной церкви. Потом Петровская эпоха, который прорубил окно в Европу для европейской культуры и для европейского безбожия. И святитель Митрофан был соратником Петра I. Конечно, не в том, какие беззакония творились этим монархам, а в том, что он делал действительно для нашей великой Родины. И святитель старался молиться за него, всем, чем мог ему, помогал. И всегда говорил, что особенно надо молиться за императора Петра I, потому что, наверное, сомневался, что тот что-то получит у Господа. И когда Петр I, который, в общем-то, проигрывал почти все сражения, кроме Полтавской битвы, пошел на Азов, турецкую крепость морскую, загубил стотысячное войско, пошли пешими, то святитель Митрофан дал все епархиальные деньги, поскольку, как всегда в государственной казне и сейчас, и тогда денег не бывает. Святитель дал деньги епархиальные, и на эти деньги был построен военно-морской государственный флот. И они пошли на Азов, когда турки увидели боевые корабли, сами все бросили и убежали. И без боя заняли эту крепость молитвами святителя Митрофана. Петр I не остался в долгу, и титул у святителя Митрофана стал «Воронежский и Азовский». Мы сегодня поучаемся у святителя Митрофана духовной жизни. И когда поем ему «Тропарь», там есть слова «Правила, вера и образ кротости». Оказывается, вот главные условия вхождения в Царство Небесное. Главные условия победы над грехом. Быть верным Господу и быть кротким. Оказывается, не надо иметь злобы, потому что мы знаем, реально существует и добро, и зло. Добро – это Бог, зло – это сатана. И этот дух сатаны мы должны искоренить. Как бы ни было это трудно, мы к нему привыкли, он дает нам ощущение собственного достоинства, гордыню дает, но это все мешает нам уж ему вхождению в Царство Божие. Конечно, его непонятно, и невозможно человеку самому определить, в какой степени рехопадения он находится. Но мы видим, вот по этим листочкам, веточкам, произносим грубые слова, хочется осудить других ближних, хочется сказать им злое слово, не хочется им помогать. Все это говорит о том, что мы исполнили, исполнены вот этого духа гибели, духа, который отвращает нас от Бога, который закрывает для нас Царство Небесное. А мы должны, конечно, об этом думать. Ведь что такое покаяние? Мы приходим к духовникам на исповедь, а что сказать, не знаю. Я был духовником в Троице Сергееве Лавре. Приходят бабушки по 70-80 лет и говорят, вот, зять пьет, дочка гуляет. И у нее больше никаких грехов нет. То есть она даже не понимает, как проанализировать свою жизнь, как разложить все по полочкам, что плохого, что хорошего, и что надо искоренять, с чем надо бороться, на что надо призывать помощь Божию, потому что самому человеку грех победить невозможно. Нужен Спаситель. Спаситель победил грех. И мы должны его призывать. И почему святые отцы оставили нам вот эту целую школу Исиххазма, которые говорят, что непрестанно, как мы грешим, так же непрестанно надо призывать сладчайшее имя Господа нашего Иисуса Христа. И Он сразу приходит к любому человеку и искореняет этот грех. Ну, конечно, надо потрудиться, потому что Господь говорит, те, кто употребляет усилия, те спасаются. А мы рассеиваемся по этому миру, у нас много различных занятий, и из всех занятий этих пшик, получается, ничего мы не можем достигнуть. И из христианской жизни нашей ничего не получается, потому что рассеиваемся и вниманием, и зрением, и слухом, и всеми своими делами. А ведь святые отцы, они говорят, духовная жизнь – это внимание, это терпение, это бодрствование. Вот какой должен быть христианин, воин Христов, всегда быть на страже своей души, всегда вот молитва – это внимание должно как меч Эдемский ограждать разум человеческий. Вот отцы, которые этим занимались своим разумом, занимались своей жизнью духовной, они получали вот этот богоносный свет, свет Христов, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Поэтому и слова образования, просвещения – это, собственно, только христианские могут быть слова. Знание оно не просвещает. Знание может получить и человек злой, и недобросовестный, и натворить много бед, имея великие знания. А вот иметь кротость, смирение, иметь послушание – и это все привлекает благодать Божию. И в этом святые русской православной церкви. Они и наш пример, и наши ходатайи пред Богом, и наши молитвенники. Аминь. Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе время ваших вопросов. Вот один из них. Во время Великой Отечественной войны, когда в самое тяжелое время броняли Москву, люди видели Богородицу. Правда это или нет? Ну, раз говорят, значит, было, наверное. Потому что, конечно, на войне чудеса встречаются постоянно. Потому что даже поговорка наша говорит «Гром не грянет, мужик не перекрестится». А вообще вся история Великой Отечественной войны, она вся полна удивительнейших предзнаменований, событий во время войны. Но вот та же пресловутая битва под Москвой, кстати, вот совсем недавно мы отмечали начало контрнаступления советских войск под Москвой, и пришлось аккуратно, например, на день памяти князя благоверного Александра Невского, который громил немцев на Льдовичевского озера, и победа под Москвой началась с наступления накануне Дня его памяти. И много событий. 9 мая 1945 года до нас дошла весть о капитуляции Германии, а бои прекратились на Пасху. Поведа окончена была на Пасху, в 1945 году, Пасх – это праздник подвижный. И множество других событий Великой Отечественной войны все наполнены подробнейшими описаниями, как спасались люди. А по молитвам матерей спасались в самых невероятных условиях. Я сам лично общался с ветеранами, которые говорили о той молитве, которая звучала у них во время боев, сколько угодно, священников. Патриарх Пимен, он не просто служил, он до майора дослужился. Вот патриарх, который был перед Алексеем Вторым. Поэтому множество священников служило у нас, епархии, слава Богу. Здравствуйте, отец Валентин Бирюков. Участник Великой Отечественной войны, артиллерист, блокадник. Было ли такое явление под Москвой, я не знаю. Я знаю, что было явление на Курской дуге. Были неоднократные случаи, в других случаях, явление помощи Божьей. Многие эти сведения хранятся и в церкви, и по телевизору. Чудес было много, но ни одно только явление. Я, например, слышал, кстати, о явлении Божьей Матери, что в Новосибирске было явление Божьей Матери аккурат в День Победы. Прямо на небе, в облаке, тысячи людей видели. Вот даже вот такое, например, я слышал. Ну, читал в газете, обычно в светской газете. Поэтому были чудеса. Да сама Победа была, чудом, откровенно говоря, потому что они же все просчитали. Ведь на нас в очередной раз шла вся Европа, и не только Европа. А многие страны мира, объединившись, шли против нас. Гитлер явился только каким-то катализатором этих явлений. Ведь огромное количество, вся Европа, вся экономическая мощь, промышленность европейская, население этих стран шло воевать против нас. Ну, мы вот знаем, пресловутые 50 человек воевало, высказали, Нормандия, Неман, вот французы вроде как с нами. Так 200 тысяч французов воевало в составе вермахта против Советской России. Поэтому примеров огромное количество. Шли воевать и поляки, и чехи. Я уж про болгары, венграх не говорю. Все шли воевать против нас, и это было чудо, что мы сумели это остановить и победить в этой войне. Вся история русского государства это сплошное чудо. И явлений, и чудес, и помощи было, конечно, огромное количество. Вот еще один вопрос. Куда деть старые фотографии родственника, которой накопилось очень много, а люди умерли уже давно, что делать? Так не знаю, как-то вот люди же как-то хранили альбомы, память об этих людях рассказывали своим детям, внукам, есть, мне очень интересно смотреть старые фотографии, кому-то рассказывать. Есть сообщество фотографов, ретро-фотографов, которые обмениваются с другом фотографиями людей. Вот смотришь на этих людей, совершенно другие-то были люди. Другие выражения лиц у них. Это вообще, на самом деле, величайшая ценность. Это же ваши родные, близкие. Куда их девать? Да никуда. Слава Богу, храните. Можно знакомить с этими фотографиями фотографов, увлекающихся историков, музейных работников. Очень интересны эти вещи. Надо хранить эти вещи. Они желтеют, как-то портятся. Можно отсканировать фотографии, сохранить память о своих предках, внукам, правдукам передать. Как? Что с ними делать? Так храните, помните об этом. Как же? Это же величайшая ценность. Историческая ценность вашей семьи. Не надо сомущаться. А вот еще один вопрос. Очень тяжелый. Дочь грозит повеситься. Я в отчаянии, что делать? Слишком общий вопрос. Потому что надо... Ну, психологи как говорят, откровенно, что самое такое правило общее есть, что если человек вот говорит об этом, и постоянный, и к месту, и не к месту, случаю, и не к случаю, то это очень похоже на некую манипуляцию вами. Если человек серьезно начнет об этом думать, он вряд ли будет об этом разносить всем налево и направо. С одной стороны, да, это какой-то позыв такой «помогите». То есть человек сам не может справиться с теми страстями, которые его мучают, и он обращается «помогите», но всерьез ли он собирается наложить на себя руки? Помочь ему надо. Ну, чем помочь? Как помочь? Ну, надо разобраться, вот что там, причина какая, что болезнь какая-то, неустроенность, что там произошло, надо же разобраться. Это слишком общий вопрос. Я, первое, что прежде всего предлагаю, ну, если уж вопрос так серьезно стоит, ну, приходите, ну, к священнику, ну, ко мне приходите, раз уж мы начали с вами в этом разговаривать, следующее воскресенье. Приходите на службу, желательно с дочерью, ну, поговорим. Если она серьезно решается на такой шаг, то сказать, ну, ты же всегда успеешь это сделать, ну, пойдем к батюшке сходят, тебя же ничего не убудет, ты же решила уже. А если что-то отнекиваться, да нет, там, я в другой раз, ну, значит, и несерьезное ее намерение, и не нужно, нужно в этом смысле успокоиться. Если серьезно, пусть придет мы с ней поговорим, мы, может, выясним, в чем проблема. Душевная какая-то неустроенность, мучает ее. А что, если она убьет свое тело, что решит проблемы души? Душа-то бессмертная. И уничтожением тела не решаются душевные проблемы. Они могут только усугубиться. Вообще страшная есть статистика. Вообще из всего, из всех попыток совершения самоубийств всего несколько процентов завершаются самоубийством, а в остальных случаях люди остаются калеками на всю жизнь. Либо они сжигают себе пищевод, желудок, ломают руки, ноги, конечности сбрасываются на этих разных высоток. И что потом? И масса причин. Вот надо просто с человеком разобраться. И вы знаете, есть еще подспорье такое, если уж не знаю, может, вы живете где-нибудь там, бог знаю, в Каштовке какой-нибудь, и добраться до Новосибирска вам сложно. Вы знаете, есть в интернете такая замечательная группа сайтов. Ну, как раз психологи, православные психологи беседуют с людьми о разного рода проблемах, и в том числе о проблемах от суицида. И вот сайт на проблему суицида называется очень просто «Победишь». Вот можно просто набрать в поисковике «Победишь.ру» и будет ссылка на сайт, где есть совет психологов, священников, где есть форум, то есть где люди, кто вот задают вопросы, даже если там есть те люди, кто пытался это сделать, думал об этом, преодолел каким-то образом это, люди общаются друг с другом. Вы знаете, это очень полезно. Вот замечательный сайт «Благословленная церковь» готовится, он, я уж такую тайну открываю, психологами с патриаршего подворья московского, на Сокольниках. Поэтому могу посоветовать как минимум в пожарном порядке выйти на этот сайт, почитать эти истории, почитать совет психологов, сайт «Победишь.ру». И, конечно же, нужно обязательно прийти к священнику. Приходите к нам в церковь, ко мне подходите, в следующее воскресенье, например, проще всего, и мы с вами сможем побеседовать. Живите с Богом, не забывайте Бога благодарить за все, не только за радость, но и за те испытания, которые Господь посылает нам для исцеления своей души. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по телефону 240-29-25 или по электронной почте, адрес которой вы видите на своих экранах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok